Здравствуйте! В России десятилетие науки и технологий. Я Владимир Антохин, в эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Я Екатерина Шугаева. Через 10 лет наука отменит частную собственность. И всё. Твоё будет моим. А ты не думала, что и наоборот тоже будет? А у меня нет ничего, забирай. А, ну ладно. Ну я-то пригласил оптимистов, которые считают, что через 10 лет наука действительно отменит частную собственность. Это Антон Кузнецов, философ. Добрый вечер. Добрый вечер. И Валерий Цветков, экономист. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня по традиции в гостях скептики. Это Константин Шурунов, специалист в области информационной безопасности. Добрый вечер. Я Александр Карасёв, врач клинической лабораторной диагностики. Добрый вечер. Добрый вечер. В конце программы наши гости и оптимисты. И скептики. Сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет наука действительно отменит частную собственность. Об истории частной собственности расскажет наш эксперт профессор Капустин. Готовясь к передаче, я просил своих коллег по университету, экономистов и философов, а что такое вообще собственность и что такое собственность частная. Объяснить толком никто не смог, хотя все вроде понимают, что такое частная собственность. То есть частная собственность – это все, что не является собственностью государственной. Определение собственности государственным ничуть не лучше. Это все, что принадлежит государству. Но и сама частная собственность бывает разной. Например, авторская собственность, индивидуальная собственность. И даже государственная, если в качестве владельцев выступают государственные структуры. Хотя государственная форма собственности остается точно такой же, как и другие. Индивидуальная, групповая, акционерная, корпоративная. Исторический термин «частная собственность» возник тогда, когда появилась необходимость отделить казенное имущество от всех других. То есть все негосударственное – это и есть частное. Странно. Существует ошибочное мнение, что частная собственность – это безраздельная собственность хозяина. На самом деле частник имеет полное право производить все операции со своим имуществом. Но не вторгаясь в собственность других людей. Именно из-за этой путаницы даже профессора-правоведы и не могут дать точного определения, а что же все-таки такое частная собственность. Давай просто отменим и все. Да, кардинально решим проблему, мне кажется. Но у меня к тебе личный вопрос. Давай. Вот при всех уже признайся, почему ты мне не даешь на своем самокате покататься? А ты мне что, свой телефон не даешь? Я бы дал. Просто посмотреть. Хоть разочек. Не захватил с собой. Не захватил просто с собой. Я даже по-моему не прошу, я и так его знаю. Ну хотя бы просто подержать в руках. Александр Владимирович, почему людям так важно чем-то вот безраздельно владеть? В этом, может быть, есть какие-то биологические основы? Да, помимо того, что я врач, я очень люблю науку о жизни и биологию. И вот если мы посмотрим зарождение жизни, которое произошло примерно 4 миллиарда лет назад, то те самые там бактерии, примитивные формы жизни уже боролись за свое пространство, за свои ресурсы. Если мы произведем простейший эксперимент, посадим две бактерии на чашку Петри с искусственной средой, они начнут расти, в конце концов вырастут колонии, и они начнут соприкасаться. Будет линия соприкосновения. Ни одна колония друг в друга не проникнет. С одной стороны, каждая бактерия защищает свой клочок земли, с другой стороны, это уже их собственность коллективная. Переходим дальше. Вырастает дерево, птица вьет гнездо. Она оберегает свою территорию, не давая подкладывать яйца, ну в отличие от кукушки, которая паразитирует на этом. Львы, которые уже образуют семью, которые держат территорию, не дают сторгаться другим сородичам туда, то есть у них тоже есть разделенная коллективная форма частной собственности. Получается, что это биологические какие-то основы. И, наверное, иногда мы хотим завоевать, как люди биологический вид, какую-нибудь чужую территорию, захватить какую-нибудь собственность, получить какой-нибудь ресурс. Поэтому все биологические основы к тому, чтобы частная собственность была и существовала, они есть. Антон Викторович, а когда тогда вообще возникла частная собственность, ну вот, и кто вообще сам термин ввел? Ну, так как термин сам по себе недоопределен существенно, как и собственность, так и частная собственность, указать на кого-то конкретного... Кто очень виноват. Да, нет возможности, как это часто бывает, и даже если я на кого-то укажу, то специалисты из юриспруденции, экономики, социологии или других дисциплин, которые об этом говорят, могут возмутиться и сказать, да нет же, вот классик был этот. Поэтому сам вопрос несущественен, когда именно появляется термин. Но действительно есть большие проблемы с тем, чтобы понять, когда институт частной собственности возникает. Можно совершенно по-разному к этому относиться, разные критерии применять. Но так или иначе, институт частной собственности связан с наделением субъекта политическими правами, как минимум. Наличие политических прав обуславливает наличие частной собственности. Если индейцы, которые делят добычу друг к другу, и эту добычу удерживают, мы не скажем, что это частная собственность. Это просто разделение общего блага. А частная собственность связана с тем, что, выражаясь в терминах эпохи Возрождения или даже уже нового времени, что человек становится суверенным над тем, что он обладает. Это самая главная характеристика частной собственности как идеала. И если в более жестком смысле говорить, то, на мой взгляд, частная собственность – это все-таки явление, которое вытекает из духа протестантизма, из нового времени. И опуская довольно известные юридические и экономические особенности того, как это происходило, об этом вы узнаете. Но многое о частной собственности… Что неизвестно о частной собственности – это то, что она невозможна без выделения субъекта как автономного, без понимания автономии и свободы субъекта. Как только этот философский ход совершается, частная собственность становится возможной. Спасибо большое. Я поняла, почему ты так отстаиваешь свой телефон. Потому что ты отстаиваешь свою некую автономность. А существует ли вообще частная собственность, рассуждает наш эксперт профессор Капустин. Начну с эпиграфа. Если кто-то вам говорит, что мое богатство нажито тяжелым трудом, обязательно спросите, чьим трудом? Когда я учился в институте, я изучал историю партии, марксистко-ленинскую философию, научный коммунизм и политическую экономию. И тогда мне уже было очевидно, что частная собственность порождает неравенство, приводит к расстроению общества, побуждает стремление к личной выгоде и наносит ущерб всем другим членам общества. А существует ли вообще частная собственность? Ну, например, у меня дома есть холодильник. Покупала его супруга. Я храню в холодильнике пиво. Внуки хранят мороженое. Чей же это холодильник? Кому принадлежит его содержимое? Можно ответить, что в холодильнике все общее. Или назвать это домашней собственностью, или семейной, или нашей общей. Или содержимое холодильника – это все же частная собственность. Просто скрывается под разными именами. Кто? О чем? Мужчины всегда в холодильнике. Да, главное, чтобы внуки в нем пиво не хранили. А я-то все про телефон. Константин Михайлович, вот смотрите, на самокате действительно не написано, что он мой. На Володином телефоне, хотя условно в Володином телефоне не написано, что он Володин. Но что самое интересное, у нас не осталось ни чеков, никаких договоров. Тогда как вообще это все работает? Как вот частная собственность держится? Ну, возвращаясь к вопросу о том, что такое собственность. До 19 века люди вообще об этом не задумывались. Они считали, что собственность – это что-то биологическое, что-то само собой разумеющееся Богом данное. В начале 19 века немецкий философ-классик Иоганн Фихте определил собственность, исходя из действия. Если есть объект, и я могу делать с этим объектом все, что я хочу, и я единственный человек, который может это делать, то этот объект – моя собственность. То есть собственность – это возможность исключительного свободного действия. Другими словами, если вы читали роман «Дюна» или смотрели фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта – истинный хозяин ценности – тот, кто может ее уничтожить. То есть это упрощенное определение Иоганна Фихте. То есть вот что такое собственность. Как может эта собственность быть установлена? Как я могу сделать так, что только я имею возможность исключительного свободного действия с этим предметом? Либо силой, попробуйте у меня его отнять, либо путем договора, и это называется право, либо комбинация силы и договора, и это называется государство. Вот это то, чего люди не понимают. То, что впервые понял Фихте, и то, чего большинство людей не понимает до сих пор. Государство есть источник собственности. У нас нет никакой внеположенной абстрактной собственности, а государство призвано ее защищать. Нет, без государства у нас просто нет собственности. Это то, что сейчас постепенно понимают наши бизнесмены, которым казалось, что у них есть собственность по всему миру. В Хорватии, в Испании, в Британии. А тут внезапно выяснилось, что у них никакой собственности за пределами Российской Федерации нет. Все это может быть отнято вот так. И оскорить они, получается, свое право не могут, потому что государство доказывает его на основе силы, а сила все равно будет всегда сильнее, чем право. Комбинация силы и право, да. Государство есть источник собственности, единственный в современном мире. Поэтому любая собственность человека, по-настоящему собственность, только на территории того государства, где он гражданин. Хорошо. Валерий Анатольевич, а вот отношение к частной собственности вообще зависит от места жительства, пола, национальности, страны? Вы знаете, вот, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, теперь уж точно придется разобраться, что же такое частная собственность, и постараться, может быть, не дать определения, но хотя бы как-то классифицировать. Первый подход – собственность на средства производства. Заводы, фабрики, природные ресурсы, земли, которые сдаются в аренду. Большое пола собственности. И, например, мои личные вещи, холодильник, где я что-то храню, машина, на которой я езжу на работу, квартира, в которой я живу – это же немножко другая, да? Это все собственность, но это совершенно разные вещи. Мои личные вещи, которыми я владею монопольно, они не предусматривают извлечение прибыли, не предусматривают эксплуатацию человека-человеком. Собственность на средства производства как раз и ориентирована на получение прибыли, на эксплуатацию. И теперь стоит вопрос, вот как мы к этому относимся? Если мы говорим о частной собственности на средства производства, 1% самых богатых людей обладает 50% всей собственности в мире. Как к этому относиться? Естественно, отрицательно. Но внутри вот этой категории стран, которые, допустим, хорошо относятся к понятию собственности, капиталистические страны, будем так по-старому называть, есть Япония, где 1% богатых людей владеет только 25%. В нашей стране 1% владеет 50% собственности. А вот, например, в ЮАР 1% самых богатых владеет 55%. То есть к чему я веду, что там, где вот этот большой разрыв, там самое плохое отношение к частной собственности, которая позволяет эксплуатировать человека-человеком. Там, где разрыв маленький, в Японии, ясно, что там, наверное, отношения. Там есть законы, которые смягчают вот эту неплохую, не очень хорошую ситуацию по эксплуатации. Переходим на национальности, да. Ну, вы знаете, здесь все зависит от уровня развития этой нации, от их устоев. Ну, например, в каждой нации, наверное, свои критерии удачливости, да, вот, например, иметь там 10 верболюдов или 20 баранов. Ну, а в других, наверное, нациях это не самый главный, не самый главный критерий. Главный критерий – это, наверное, духовное развитие, да. И поэтому уже вот это не выходит на первый план. Но, с другой стороны, понятие «зависть» остается. Если общество имеет большой разброс среди богатых и бедных, то будет зависть. Будет зависть даже не просто к частной собственности, на средства производства, но и к личной собственности, которой мы с вами обладаем. Ясно, что более развитые нации, народности, у них, наверное, более лояльное отношение к тому, что есть у соседа. Я бы, наверное, так бы отметил. А можно тогда я, ну, не то что поспорю, у меня есть вопрос, Александр Владимирович, как к биологу, любителям биологии. Может быть, все-таки это не от духовной развитости зависит? Ведь для некоторых, например, от группы крови, ведь для некоторых целых наций когда-то, и, мне кажется, до сих пор отношения к людям... Не так давно относительно. Конечно, и до сих пор где-то в голове. Типа документы не позволяют, а так бы давно считали человека бы рабом частную собственность. По наследству, да, можно обрести гражданство, а гражданство дает право на частную собственность в определенных странах. Все это существует по наше время. И вот обращаясь, да, к мысли Константина Михайловича, да, тут не могу не согласиться, что есть сила, есть договор. И вот, пометуя слово «завесть», кажется, это называется социальным таком биологическим феноменом, который можно назвать хитрость, манипуляция и так далее. Как можно обойти договор, не применяя силу? Человек в этом преуспел. Мы берем биологические механизмы, мы берем различные манипуляции и вот таким образом пытаемся дискредитировать, пытаемся себе выиграть лучший кусочек. Кому принадлежат недры земли? Они общие, земля круглая, мы недры качаем где-то из центра, которые географически могут на самом деле не соответствовать той политической границе. Кому принадлежит то самое дерево, о котором я говорил, на котором птица свила гнездо? Вот это уже наши условности, договоренности, социально-политические элементы. Соответственно, мы где-то здесь соприкасаемся. Мы сами себе придумываем правила наиболее выгодные, а потом кто-то их немножечко, мне кажется, перехитряет. И, соответственно, после этого начинаются правила иные, новые. Опять договор, мне кажется, это компромисс. И всегда мы ищем вот этот компромисс в том, что принято. Раньше было нормально, да, что вот есть рабовладельческий строй, эта раса должна работать на все белое государство. Потом кто-то, то ли силой, то ли договором, эту ситуацию изменил. Мы пришли к новому компромиссу. Сейчас другие ситуации, другие вызовы. Кажется, нам опять стоит искать социальные компромиссы. Да, сейчас получается вообще частная собственность это право даже не сильного, а право хитрого. Ну, а как? Хорошо, Антон Викторович, у нас с Катей к вам такой философский вопрос. Это не философский. Это очень прикладной вопрос. И очень важный. Ну, философский, да, ладно. Есть прикладная философия. Да, да, да. Этика и эстетика – это традиционная прикладная философия. У нас есть друг Павел, и так уж случилось, что он взял у приятеля на передержку кролика. А у кролика крольчиха. А у Павла живет крольчиха. И как бы договор был на одного кролика. А появилось потомство. И вот это вот какая собственность личная, частная, общая, долевая. И что с этим совсем делать? Как ее делить теперь? Знаете, по ведомости получали корову одну, сдавать будете одну. Ну, вот частная собственность, как было, я думаю, что все с этим согласны, это институт, который регулируется законами и другими нормативными документами. В случае такой ситуации человек, который является адептом частной собственности, считает, что такой институт есть, он просто смотрит, как такая ситуация должна регулироваться. Если регулирующие принципы отсутствуют, в таком случае есть суд, где это все может быть решено. То есть, если вопрос о собственности, а не об этике, то в данном случае... А вопрос собственности и вопрос этики, это получается все-таки совсем разное дело. Это разное дело, если мы говорим о такой прикладной ситуации. Но это не разное дело, как вот уже наметилась эта великая линия, такая платоническая и аристотилианская. Платон считал, что личная собственность противоречит интересам государства и интересам общества. В противоположность этому, Аристотель считал, что наоборот, тогда, когда у человека есть своя собственность, у него есть причина что-то любить, что-то иметь, и поэтому работать на общее благо. Эта линия противостояния частной собственности и общих интересов, она находит в своем отражении, вопреки тому, что Константин говорил, что о собственности в XIX веке начинает говорить. В первую очередь, это эпоха просвещения, это работы французских философов. И здесь вопрос о частной собственности, он прямо связан с этикой, с тем, что мы должны по отношению к обществу. Должны ли мы служить его интересам, либо общество существует для того, чтобы служить интересам индивида. И в данном случае происходит раскол по отношению к тому, как понимать частную собственность и как понимать ее ценность. Это этическая дискуссия, философская. А с кроликами это то, что должно уже решаться нормативными документами. Так документов не было. Все на основе договора лично. Пока мы пойдем в суд, они еще новеньких нам нарожают кроликов. Ну, смотрите, если вы хотите хаос, войну и что-то еще, потому что у вас нет желания терпеть, то, конечно, в таком случае будет постоянная, когда случай неопределенности возникает, будет постоянная рубка. Договор, вопреки тому, что сказал Александр, это не просто компромисс. Договор о собственности, регулирование собственности, это защита своих интересов. То есть, когда я делюсь какими-то привилегиями, я делаю это для защиты себя. И поэтому... И значит, наступаю на чьи-то другие интересы. Получается, собственность всегда порождает хаос и войну. Она порождает хаос и войну, если эта собственность такая варварианская собственность. Если это... Частная собственность – это не собственность варвара. Частная собственность – это собственность гражданина, а значит, юридического лица. В первую очередь. Ну, лица... В смысле? А значит, все-таки правильно. Если частная собственность – это собственность гражданина, значит, частная собственность возможна только в том государстве, гражданином которого я являюсь. Несомненно. Но это не значит, вопреки тому, что говорил Константин, что источником частной собственности является государство. И это как раз происходит в вашем любимом XIX веке, когда помимо политического источника собственности появляется дополнительный источник собственности, на который указывал Валерий. А именно экономическая деятельность является независимым от государства, от политики источником собственности. И это очень хорошо видно на примере Великобритании и деятельности Ост-Инской компании. Давайте ненадолго прервемся, все-таки придется вернуть кроликов рекламы на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука отменит частную собственность. Ну вот не верит в это наш эксперт профессор Капустин. Вот что о частной собственности говорил великий Лао Цзи в III веке, в III веке еще до н.э. Честные люди не бывают богатыми. Богатые люди не бывают честными. Частная собственность – абсолютное зло. Ее единственная цель – развитие собственности, ее увеличение. Но создается и развивается частная собственность не для того, чтобы обеспечить людей и нашу страну своей продукцией. Исключительно для извлечения прибыли. И чем крупнее частная собственность, тем большую прибыль из нее можно извлечь. Вот поэтому всякий мелкий, средний собственник постоянно стремится к увеличению размеров. Размеров своего предприятия, размеров частной собственности. Поэтому хотелось бы нам или нет, но зло всегда будет существовать и называться частной собственностью. А я соглашусь, между прочим, с Капустином. И вообще, чем больше ты чем-то владеешь, тем больше проблем. Константин Михайлович, ну смотрите, сегодня уже огромное количество всяких сервисов по аренде всего и вся. Я могу арендовать самокат, могу арендовать машину, квартиру. Мне кажется, уже скоро жены и телефоны, все будем арендовать. Получается, такое ощущение складывается, что человечество само отказывается от частной и личной собственности. Это так? Ну я бы не сказал человечество, я бы сказал отдельные представители человечества. Краткий ответ – инфантилизм. Боязнь взять на себя ответственность за что-то. Ответственность, да, потому что личная собственность и частная – это лишняя ответственность. То есть это все-таки инфантилизм? Собственность – это ответственность, собственно, и сейчас действительно возраст границы детства на Западе уже уехала очень высоко. В Штатах уже за 30 люди считают себя детьми, и общество к ним так относится. В Западной Европе за 25, да. То есть отсутствие… Люди хотят снять с себя ответственность, но что люди при этом не понимают, не хотят понимать именно инфантилизм, что сама собственность никуда не девается, кто-то должен быть собственником. То есть вот это все разговоры – капитализм, социализм, частная собственность, личная собственность – это все основано на марксистской модели, которая имеет весьма мало общего с реальностью. Вообще, да, не уверена, что она сработает, она вообще не работает. Да, в одной из прошлых передач мы говорили, что эта модель на самом деле не соответствует историческим данным. Не было никакого рабовладения, феодализма, капитализма. В Древнем Риме, в Римской империи рабов было меньше 10%, меньше, чем в некоторых штатах Америки в 18 веке. Большая часть отношений была феодальная, были отдельные капиталистические, так сказать. В 13 веке в Италии были банки и страховые общества, просто они не назывались банками и страховыми обществами, но было банковское дело страхования фрахта. То есть развитие человечества, история человечества гораздо более однородна, чем нам кажется. И социализм – это просто госкапитализм, это капитализм, в котором государству принадлежит 100% собственности на средства производства. В большей или меньшей степени все страны сегодня являются социалистическими. Государство владеет от 20 до 80% средств производства. То есть вот это искусственное марксистское деление, оно не отвечает реальности, собственность все равно кому-то принадлежит. Все эти разговоры про частную, личную… Про шеринг, это все в пользу непонятно какого-то одного человека, который все равно этим будет владеть. Да, должен быть владелец, потому что владелец – это тот, который несет ответственность за результаты использования собственности. Коммунизм – это религия. Ничего близкого к коммунизму никогда в истории человечества нет. Вся история человечества, она вполне однородная, и способ хозяйствования был на самом деле один в течение тысячелетий. Так что попытки уйти от этого – это попытки вот закрыться, как страус говорят. Голову в песок. Азерут, Антон Викторович не согласен, да? Да, во-первых, все-таки, несмотря на то, что это очень привлекательно так говорить, коммунизм ни в каком смысле не религия, потому что нет представления о посмертном существовании, это очень важный атрибут любой религии. Здравствуйте, он до сих пор существует? Это как раз исторический казус, который заставлял, например, Бухарина говорить о том, что же это происходит, каким образом возможно, чтобы наш Владимир Ильич был погребен вот в таком вот неоязычном порыве. Антон, я с вами совсем соглашусь. Вы вспомните, как на самом деле не только Бухарина, а все остальные писали работы о том, как лежащий человек не просто идол, а о том, как он воскресает, с каждым днем становится свежее. Смотрите. Давайте все-таки про честную собственность. Не-не-не, это все-таки религия. Здесь несогласие возникает с историей, а не с концептом. Концепт коммунизм не является религиозным. Это надо учитывать. То, что на практике у людей смута в головах, это не к коммунизму, это к людям. По поводу инфантилизма и шеринговых сервисов. С Константином мое мнение расходится по вот какому усмотрению. Мне кажется, что термин капитализм, он обладает эвристической хотя бы ценностью, он полезен. И одно из оснований капитализма заключается в наращивании потребления. Проблема в том, что ресурсов для потребления ограниченное количество. Капиталистическое устройство подразумевает вовлечение все большего и большего количества потребителей для того, чтобы увеличивать цифры потребления. И шеринговые сервисы, они возникают из духа и логики капиталистического развития. Что мы не можем сделать так, чтобы каждый мог обладать всем чем угодно, но мы можем, чтобы каждый участвовал и наращивал свое потребление через шеринг. На самом деле это продолжение капиталистической логики развития, связанное с вовлечением все больших и больших масс в структуру потребления. С другой стороны, вот такое представление о том, что владение обязательно связано с одним лицом, мне не кажется верным. То есть вот возьмите каких-нибудь Безоса и Маска, и вы увидите в рейтингах, они обладают какими-то миллиардами долларов. Но это действительно так? Нет, это не так. Это вообще не так. То есть не может условно, например, в Маск прийти, а можно я сниму свои 40 миллиардов. Все понимают, что это очень собственность сейчас. Все очень условно. Она становится как бы виртуальным понятием. Если раньше, будь мы меркантилистами феодальными, думали владеть вещами, это собственность. Сейчас сам предмет собственности меняется. И поэтому, когда вы смотрите на шеринговые какие-то сервисы и думаете, ой, у меня во владении меньше каких-то материальных вещей. Не нужно забывать, что представление о собственности как владение материальными вещами – это то, что уходит уже на задний план. Вы знаете, я хотел бы вот немножко сейчас продолжить дискуссию. Здесь не хватило в этой дискуссии одного слова – услуга. Предметы, велосипеды, машины, кошеринки я сейчас про него говорю, они во что превратились? Из предмета собственности в услугу. Вот о чем идет разговор. То есть получается, что новые достижения цифровой революции, они, еще раз, предмет превратили в услугу. И я теперь обладаю услугой, а не предметом. С одной стороны, это сократило частую собственность, но с другой стороны, создало условия для реализации моих постоянно растущих амбиций, которые надо удовлетворять на скудные, несмотря на скудные ресурсы. Вот что произошло. То есть мир не может создавать продукт, мир теперь создает некую видимость продукта. Ну, услуга – это же видимость продукта. Но это было, что собственность – это способность к действию в социальной иерархии. Это не просто обладание предметом. И сейчас ваша способность… Способность его уничтожить. Способность действия над предметом. Да. Если мы вернемся в каменный век, это так. Но наше общество довольно, в общем-то, активно развивается. И сейчас, чтобы там чего-то уничтожить, чего-то сделать, не обязательно пользоваться теми же самыми инструментами, которыми пользовались приматы, которые только-только научились прямохождению. Ну, каршеринговую машину я тоже могу разбить. И тогда услуга превратится в предмет. Ну, что делать? Так людям на пользу пойдет отмена частной собственности или во вред? Да, это пойдет на пользу. Давайте просто вот… Я хочу задать вопрос. Ну, скажите, вот кроме тех, ну, там несколько десятков квадратных метров, которыми вы обладаете, вы выходите из квартиры. А что еще-то вам принадлежит в этом мире-то, в нашей стране? Нет, вы знаете, я сейчас хочу выйти к доске. Нет, вы знаете, ну, сейчас я немножко не пойду. Но я хотел начать немножко с одного. Вот, например, берем российскую экономику. Частная собственность. До 91-го года мы были второй страной в мире по развитию науки, техники и так далее. Сейчас частная собственность, мы какое место-то занимаем? Десятая, наверное. Но это не страшно. Вот смотрите, до 91-го года Советский Союз вкладывал в развитие науки 5% от валового внутреннего продукта. 5%! Сейчас мы вкладываем меньше 1%. Южная Корея 5% вкладывает. Китай 2,5% США 3%. Ну, а почему так случилось? Да откуда государству взять деньги, если все стало собственное? А собственники не хотят вкладываться. Они хотят торговать, потому что как хорошо продать, получить прибыль, деньги оставить там, купить дворцы, яхты и так далее. Но ведь мы повторяли за всем миром, нам говорили, что это прекрасная, замечательная модель. Ну, вы знаете, это замечательная и прекрасная модель. И это все очень хорошо проплачивается в средствах массовой информации теми же людьми, которые не хотят потерять собственность, а хотят ее приумножить за нас, за наши средства. Понимаете, за наш труд. А сейчас хочу выйти к доске и показать, как капитализм... Я смотрю, у нас с тобой программа по уничтожению капитализма и переходу к научно-техническому прогрессу. Нет, я не против, кстати. Я вообще не очень хорошо отношусь к частной собственности. Я все-таки действительно инфантильно считаю, что это много ответственности. Ну, вы знаете, мы, конечно, рисуем такое идеальное общество, да, идеализированное. Давайте, мы рисуем идеальное общество. Мне даже интересно, как оно выглядит. Да нет, мы его начнем критиковать. Есть у нас рабочий, который за свою смену, ну и за смену в месяц производит... Пять? Пять диванов. Ну, допустим, да, пять диванов. Есть капиталист. Вот он такой толстенький будет, вот такой весь радостный. Рабочий работал, но зарплату он получил за один диван, который выпустил. Все, что он создавал в течение месяца, это прибавочная стоимость, прибавочный продукт, который принадлежит кому? Владейству средств производства. Владелец средств производства принял решение, конкуренция. Надо зарабатывать больше, тратить меньше. Внедрил новые технологии, новые технологии, новые технологии. И теперь этот же рабочий производит, допустим, уже не пять, но восемь диванчиков. Ну, опять, зарплату он получает только за один диван. Все вот это принадлежит нашему капиталисту-империалисту. Но вот что главное, что в первом случае рабочий получил зарплату, он хотел бы купить два дивана, но денег-то он получил только на один диван. И он купил один диван, который был реализован. Капиталист, денег много. Он может купить все диваны. Но ему больше одного все равно не нужно. Он пошел в магазин и купил еще тоже один диван. Три осталось на складе. Ну, это, да, вот такое общее идеальное представление. Во втором случае происходит то же самое. Рабочий понимает, что, оказывается, он накопил все же деньги. Еще может один диван купить. Он его реализовал. Капиталисты тоже считают, что, наверное, нужен ему еще один диван. Но что получилось? Что вот эта вся масса стала не реализована. А благодаря чему прибавились вот эти еще диваны? Научно-техническому прогрессу и новым технологиям. То есть новые технологии создали условия к перепроизводству. Все вот это не реализовано. Кризис. Глобальный кризис назревает. Что делать капиталисту? Первый способ. Сократить рабочего. Как интересно. Либо сократить научно-технический прогресс. Либо сократить научно-технический прогресс. То есть частная собственность в леске. То есть капиталист, естественно, не может отказаться от перепроизводства. Раздать диван бесплатно. Он не может. И отказаться не может. Ему проще твой научно-технический прогресс загубить. Вы же знаете, что сколько произведенных товаров уничтожаются, чтобы снять вот эту ситуацию с перепроизводством. Но что может еще сделать капиталист? Например, пойти на картельное соглашение с другими капиталистами, поднять цены, это уничтожить. Вы можете сказать, подождите, но научно-технический прогресс создает роботов, робототехнику. Ну тогда пускай роботы идут, диваны покупают, в конце концов. Капиталист стоит на пути развития новых технологий. Да, он в них заинтересован, но до определенной поры времени. Но невыгодно ему заниматься развитием и вкладыванием денег. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но мне кажется, это очень простой пример, упрощенный. Вот то, что я хотел просто показать. Давайте ненадолго прервемся. Частная собственность – это зло. Посчитаем диваны рекламы на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука отменит частную собственность. Уважаемые оптимисты и скептики, с какой вероятностью, по вашему мнению, это произойдет через 10 лет? Кто готов? Да. Я думаю, что невероятно. Потому что, что мы сегодня обсуждали, что только что обсуждали капиталистов. Ну, придет второй капиталист, который придумает делать диваны лучше и заставит этих рабочих выбирать не свою продукцию, а другую. Придет другой человек, который предложит новый продукт, новую форму. И хочу напомнить, есть пирамида масла, у которой мне, в принципе, очень нравится. Что есть некие физиологические потребности, которые мы, естественно, закроем, купим себе еду, холодильник, наполним его, а дальше задумываемся о безопасности. И вот пока не будет вокруг нас ареала этой безопасности, той самой частной собственности, нашей ниши, в которой мы существуем, наше семейство, дети, потомство, наш генофонд, вряд ли мы будем дальше саморазвиваться, прогресс, права человека, а не потом. То есть для человека очень важно, как социального существа, как существа с хитростью, всегда предпринимать что-нибудь новое, чтобы оберегать и приумножать свою частную собственность. Так что я даю 1%, что я все-таки ответил. 1%, спасибо большое. Отменят, я считаю, 100%. По той причине, что, во-первых, как и закон тяготения, частная собственность, она неплохая, нехорошая все-таки, это не ее проблема. Но частная собственность – это вполне конкретный институт. И это все-таки какой-то идеал. И как любой идеал, ее никогда и не было. И сейчас мы видим некоторые процессы, связанные, глобальные процессы, не конкретно исторического момента процесса, глобальные процессы, которые пока указывают на то, что частная собственность, как вид собственности, не состоится. Все-таки этот идеал не будет воплощен. Поэтому через 10 лет мы увидим то, что видим сейчас – большие проблемы с приватностью информации, которые порождают… Кстати, да, информация – это же тоже некая, вроде бы, собственность. Конечно, конечно, конечно. Но ее нет. Конечно, да, да, да. И поэтому, по всей видимости, проблема с приватностью, проблема с тем, что субъект, как автономное существо, этой автономии лишается не потому, что есть какой-то диктатор, а потому, что так устроено наше общество, наши технологии, отношения, что все меньше и меньше потаенных уголков остается. И это сказывается на характере владения. Сто процентов. Да, безусловно. Сто процентов. Спасибо большое. Уберите частную собственность. И в чем стимул человека что-либо делать? Если он не отвечает вообще за результаты своего труда, если он не получает никакой пользы от этого или получает каким-то образом очень опосредованно, в чем будет стимул предпринимателям делать что-то новое? Назовите их как угодно – предприниматели, капиталисты, бизнесмены. Но они что-то делают новое. Можно подарить им видимость собственности? Может быть, да. Но главное – это идет против шерсти тех глобальных процессов, которые сейчас происходят. Вот глобальные процессы, которые сейчас идут, они заключаются не в отмене частной собственности. Они заключаются в переделе. Все эти сервисы, никто ничем не владеет. Все напрокат. Кто владельцы? Владельцы крупнейших транснациональных корпораций. То есть сейчас идет, и если вы посмотрите на официальные данные, идет передел собственности. Средний класс уничтожается, средний класс беднеет, сверхбогатые богатеют. Идет передел собственности из середины к концам, в интересах сверхбогатых людей. То есть никаких перспектив к отмене частной собственности сейчас не возникает за исключением, за единственным исключением Китая, который действительно обещает отменить частную собственность. То есть сделать полностью государственную собственность, начиная с 2035 года. То есть период с 2035 по 2050. Я не думаю, что им это так уж удастся, но я готов дать Китаю 20%. В общем, 20%. Спасибо большое. Ну, я хотел бы сказать и успокоить зрителей, что никто не покушается на их личную собственность. То есть квартиру, машину, жену точно не отберут. Вот это самое основное. Что касается опять собственности в виде зданий, сооружений, земли, ресурсов, 100% собственность будет общенародной. 100% может быть не через 10 лет, но к этому все идет. Капитализм и частная собственность ведь появился не сразу. Был определенный этап, когда надо было возникнуть капитализму и институту частной собственности. Значит, настанет время, когда он должен будет умереть. Это законы жизни, к сожалению. Все появляется, когда надо, и умирает, когда отпадает в этом необходимость. Поэтому 100% частной собственности не будет. Но при этом я хотел бы еще обратить внимание, что личная собственность умирает все же намного быстрее, чем частная собственность. Все-таки квартиры, жены и машины. Нет, вот это все останется. Но просто то, что можно из предмета перевести в услугу, безболезненно для нас, с вами, обывателей. Умрет намного быстрее, как в собственности. В общем, ваш оптимистичный прогноз 100%. Согласен со своим коллегой. 100%. Спасибо большое. Ух, Володя, вот эта программа интересная. С вероятностью 55,25 сотых. Наука все-таки отменит частную собственность. Ну, просто потому что, во-первых, господи, я даже, прям, у меня даже нет никаких выводов, потому что такие глобальные процессы сейчас происходят. Ладно, передел собственности, а при этом она все равно кому-то принадлежит. Принадлежит в итоге, да. В итоге. Но самое главное... Нет, ну ладно, квартиры, машины не отберут, но это и вообще не частная собственность, как оказалось. Ну, слушай, мне кажется, что, смотри, сейчас сами люди рушат институт частной собственности, отбирают яхты спокойно, блокируют счета и делают это все... Залезают в телефоны, никакой информации. Все это без решения суда, между прочим, вот просто так, да-да-да. Поэтому, на самом деле, может, действительно уже проще, давайте, пусть она называлась как угодно, но, в общем, это все равно всегда было неким мифом. Все равно всегда, если что-то принадлежало, оно принадлежало кому-то одному, у остальных это все некий миф. Ну и давайте тогда уже вообще даже этот миф уберем. Да, может быть, просто само общество уже созрело к отмене частной собственности, просто пока еще не осознало полностью и действует пока вот в такой странной, несколько уродливой форме. Уродливой форме, да. В общем, а отменят частную собственность или нет, узнаем довольно скоро, в ближайшие 10 лет. Это была программа... Мы точно до этого доживем. Это была программа «Мы и наука». Наука и мы. Программа о том, как наука изменит, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Нет, у нас с вами, конечно же, ничего не отберут, а... Отберут у других. Отберут у других. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok